Ровно 95 лет назад, 20 июля 1925 года, Европа впервые услышала казахские народные песни. Именно в этот день состоялось первое выступление великого казахского певца Амриха Шабаева на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже. Тогда его непревзойденный голос и врожденный талант покорили сердца служителей со всего мира, принесли известность и популярность. Родился Амриха Шабаев в 1888 году в Абролинском районе Семипалатинской области. Когда ему исполнилось 12 лет, его семья переехала в Семипалатинск. Еще в юности в народе Амре прозвали Аньшабала, то есть юноша-певец. В 18-летнем возрасте он отправился на Хуяндинскую ярмарку, место сосредоточения всей культурной жизни Казахстана, где как ни на этой ярмарке проявить свой талант. Эта поездка оказала большое влияние на Амриха Шабаева, как на личность, певца. 18-летний Амре увидел новые места. В Хуяндой юноша познакомился с такими известными казахскими исполнителями, как Мари Бапиев, Сатмагомед Ахметов, Хаббас Айтбаев, Хали Байжанов. Побывал на их выступлениях и понял, что хочет связать свою жизнь и судьбу с искусством, с пением. Этот праздник казахской песни произвел на Амриха Шабаева потрясающее впечатление и стал, по сути, первой профессиональной школой. Там он пополнил свой репертуар, узнал о других манерах исполнения, отличающихся от семипалатинских. В Семипалатинск он вернулся уже опытным певцом, который многое увидел, многому научился. В 1921-1924 годах Амриха Шабаев является участником молодежного просветительско-драматического кружка «Есаймах» в Семипалатинске, дает концерты. Талант Амре развернулся в полной мере, город буквально жил песнями исполнителя. В 1924 году при активном участии сестер Становых и Мухтара Ауэзова был проведен областной смотр народных талантов. Более 30 человек приняли в нем участие. Главный приз разделили Амриха Шабаев и Хали Байжанов. После этого смотра слава о нем разошлась на весь Казахстан и достигла Москвы. В Семипалатинский отдел народного просвещения неожиданно пришла однажды телеграмма следующего содержания. Срочно прошу выяснить и сообщить, согласен ли певец Киргизамре Хошабаев, проживающий в городе Алаш, восточная улица, квартал 78, в доме Хошабаева, принять участие в этнографическом концерте на всемирной выставке в Париже при условии оплаты дороги, содержания и гонорара за выступление. Срок занятости его с 15 июня по 15 июля. Народный комиссар просвещения РСФСР Луначарский. Работники отдела народного просвещения были шокированы этой телеграммой. Как это недавнего байского слугу сына бедного Хошабая и приглашают выступать в Париже? Никто не знал, как быть с этой телеграммой. Вскоре пришла и вторая, более настойчивая. Прошу ускорить ответ на мою телеграмму о февце Киргизе Амре Хошабаеве. Вопрос о наших концертах в Париже имеет государственное значение. Некогда было тратить время на разумие. Амре отправили в Москву. Туда съезжались народные таланты из разных республик Советского Союза, представители разных национальностей. Перед отъездом этнографического ансамбля в Париж в Большом театре состоялся концерт, на котором с триумфом выступил и Амре. 26 июня 1925 года в газете «Правда» писали, что выступление киргизского аншамре Хошабаева можно назвать истинным гвоздем сезона, что оно не уступает по художественной высоте творчества и исполнения лучшим номерам европейских виртуозов. А если сравнить орудия производства, то и побивает рекорды. Какими скромными средствами достигается потрясающее эмоциональное и эстетическое воздействие на слушателя. Первое выступление Амре в Париже состоялось 20 июля. Искушенная европейская публика с восторгом и очень тепло приняла певца казахских степей. Голос, родившийся на берегу Иртыша, прозвучал и на просторах Парижа. Пела Амре страстно, с любовью, самозабвенно, всей душой отдаваясь песне. Ценители искусства, слышавшие лучших теноров современности, до глубины души потрясены мастерством певца из далекого, незнакомого им края, очарованный звучанием его верной спутницы и подруги Домбры. Для наглядности, в экспозиции музея представлена Домбра, схожая с той, с которой выступал Амре. На европейской сцене непривычно было слышать звуки этого степного инструмента. Когда смолкла Домбра, зал разразился овациями. Париж покорен. Это было нечто большее, чем концертные выступления в обычном понимании этого слова. Это было приобщение Европы к фольклорным сокровищам казахского народа, культуре древней и самобытной. Можно смело сказать, что благодаря выступлениям Амре Хашабаева, Казахстан стал для Европы 20-х годов землей неисчерпаемых духовных богатств, родиной народных талантов. На этой парижской выставке Амре участвовал в 11 концертах. Исполнил такие песни, как Агашаяк, Иштос, Канапья, Жалгзарша, Балгадиша, Бескарагер, Дударай, Коспалапан, Космет, Каратургай и другие. И по праву получил второе место и заслуженную серебряную медаль. Люди не могли оставить это без внимания. На фонограф были записаны 7 песен в исполнении Амре Хашабаева. Эти записи долгое время считались утерянными. И лишь в 1974 году записи с голосом Амре были случайно обнаружены известным музыковедом Жарканым Шакаримовым в Центральном Московском архиве. Он был в составе лиц, которые поехали изучать историю искусства Кыргызстана. Среди множества документов была обнаружена запылившаяся коричневая книга с надписью «Киргиз Амре Хашабаев» с названиями исполненных им песен и с номером звуковой ленты записи на фонограф. Как писал один из основоположников казахской детской литературы «Друг и земля Камре» Сапаргали Бегалин, «Сейчас ожило то, что считалось умершим, зажглось то, что считалось погасшим, и мы вновь с радостью слушаем голос любимого певца». В музее хранится диск с этими записями с живым голосом Амре Хашабаева. Этот диск передало музею руководство акционерного общества Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан». Можно послушать такие песни, как «Бал Гадиша», «Агашаяк», «Бесхарагир», «Дударай», «Жалхазарша», «Касмет» и «Штос» в оригинале. И именно тогда становится понятно, что эти песни действительно могли завоевать высшую награду. Это совсем неудивительно. Недаром та поездка в Париж стала триумфальной. Она принесла Амре Хашабаеву мировую славу и известность. Амре Хашабаеву мировую славу. Из Парижа Амре вернулся домой в Семипалатинск, а вскоре отправился в Кузларду, в то время столицу Казахской АССР. Там он стоял у колыбели Первого Казахского национального театра. Принимал активное участие в организации театральной труппы, так как сам Амре обладал не только потрясающим талантом к пению, но и неизаурядным талантом театрального актера. 13 января 1926 года Казахский театр драмы впервые поднял занавес. Ставилась пьеса «Ингл Кебек» Мухтара Уэзова. Амре Хашабаев играл роль пастуха Жапала, и этот образ надолго запомнился зрителям своей выразительностью и правдивостью. Амре был актером тонко чувствовавшим внутренний мир персонажа, и все созданные им на сцене образы отличались простотой, достоверностью, искренностью. И все же наибольшим успехом и популярностью являлись его концерты. Тут его было невозможно превзойти. Стоило на афишах написать имя Амре Хашабаева, как все билеты были распроданы, в концертных залах невозможно было найти свободного места. Летом 1927 года состоялась еще одна поездка в Европу, на этот раз в Германию на музыкальную выставку во Франкфурте на Майне. Там он еще раз показал миру богатство казахского песенного искусства, красоту и мелодичность народных песен. Его мастерство исполнения и уникальный голос вновь были высоко оценены публикой. До конца своей жизни Амре Хашабаев был артистом-певцом, давал множество концертов по Казахстану, играл в театральных постановках. Во все, чем он занимался, Амре вкладывал частичку своей души, истинно народной, близкой и понятной всем. Об уникальном голосе и удивительном исполнительском таланте казахского певца с восхищением писали в свое время Роман Роллан, Анатолий Луначарский, Алькей Марглан, Сабит Муханов, Мухтар Авезов. Александр Викторович Затаевич, известный музыковед, этнограф, собиратель казахских песен и Киев писал. Амре не учился в консерваториях, голос его никто не ставил, дыхание никто не регулировал. И голос, и дыхание Амре – дар природы. Помню, меня потрясла необыкновенная музыкальная одаренность Амре. Также Затаевичем из уст Амреха Шаубаева были записаны песни Балгадиша, Кыбкабеле, Дударай и другие, которые впоследствии вошли в его книги «Тысячи песен казахского народа» и «Пятьсот казахских песен и Киев». К великому сожалению, жизнь великого певца «Казахской степи» оказалась недолгой. 7 ноября 1934 года в Казахском драматическом театре должна была состояться премьера оперы Евгения Брусиловского «Хазжибек», где Амре была отведена одна из главных ролей. Он тщательно готовился к выступлению, но в ночь с 5 на 6 ноября был найден мертвым на одной из улиц города Алматы. Официальной причиной кончины названо воспаление легких, однако обстоятельства его смерти и по сей день являются невыясненными. Весь Казахстан оплакивал певца, ставшего гордостью казахского народа, человека, прославившего национальное песенное искусство за пределами страны. Амреха Шаубаев оставил огромное творческое наследие, стоял у истоков Казахского национального театра. Он в полной мере овладел всем песенным богатством казахского народа и бережно донес это богатство до наших дней. Прошло уже много лет, но песни, которые когда-то исполнял выдающийся певец Амреха Шаубаев, живут. Маленькие дети и старики, мужчины и женщины, казахи и русские, все они с радостью и любовью поют эти песни во всех уголках Казахстана, потому что в этих песнях живет душа, широкая как степи Казахстана и чистая как воды Иртыша.